Запись 52 минут эфира длится до трех часов. Съемки телепередачи происходят независимо от ее эфира. Так они могут организовываться как будние, так и выходные. За один съемочный день снимаются сразу четыре передачи, а сами съемки проходят в телецентре останков. Поток теток напоминал ему похоронную процессию. Каждая приносила ему в дар банку с оленей или теплые носки. Он чувствовал себя похороном в этой бесконечной череде мертвецов, вынужденным брать какие-то бестолковые вещи в обмен на оцифровку и трансляцию их непреодолимой глупости. Они оставляли ему еду, рассказывали одинаково неинтересные рассказы о своей жизни в каком-то одном и том же селе, передавали приветы от мертвецов, приветы мертвецам. Барабан вращали мелкие бесы, вызывая приступы к головокружению и дикую мигрень. Вращение барабана мутило тошноту. Он хватался за поручень и выкрикивал что-нибудь из очень ограниченного словарного арсенала, ведущего капитал-шоу. 25 лет. Все эти годы вал барабана заматывал его жизнь. На каждом секторе лежало рассортированное время. Минута, часа, печень. Они приходили за его временем, отгадывая согласные и гласные, исполняя фионские музыкальные номера, рассказывая стихотворения, приводили своих детей, племянников, лунков. Римма огогонечно открывала буквы, выносила призы, сдарела, падала без сил, гримерки, красилась, кричала на ассистентов, плакала, красилась, открывала буквы, улыбалась, выпивала, сдарела, ехала домой, слушала музыку, снималась в рекламных роликах, открывала буквы. Ей снилось, что она открывает уже третью углу в голове смерти, ведущий крутилку и подкидывал. Он старался не смотреть на вращающиеся механизмы. В конце 90-х ему еще хотелось заминировать черный ящик или пронести в студию небольшой кузни, обладающий безобразной прицельностью, но удивительной скоростью стрельбы. Конечно, это фантазии, вполне допустимые в любом цивилизованном обществе. Он считал себя цивилизованным человеком и старался увидеть человека. Каждого во всей этой бесконечной очереди любителей кроссвордов он смотрел им в глаза и ставил перед выбором человек или видеомагнитофон, человек или автомобиль, а может, капи-волка, супер-приз, шестот очков, шестистот шестьдесят шесть очков, очковая змея, розовые очки. Да, на них нужны для просмотра телевизора. Человек все не желтый. Тогда он стал разглядывать вертящую барабану смерти. Не прячется ли костлявая в старушке, протягивающей ему банку грибов, или в стюардезе, или в учительнице, которая получает девять тысяч в месяц. Генеральный директор канала обещал им, что на его смерти никто не узнает, и что уже четверка двоих дом прошла отбор, готова в любой момент заменить их. Ему объясняли вращение барабанов, как непрощальный концерт Пугачевой, явление одного и того же порядка. Это сиюминутное, растянутое вечно, поддерживающее не только продолжительный президентский срок, но и, возможно, существование страны. Подобно Эпидемиду он хранил в тюре бессмертия в сосуде из лучьего копыта, но так и не познал его душа. Он понял, что бессмертие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok